Немецкие компании повысят цены еще сильнее в ближайшие месяцы. Более того, уровень инфляции также поднимется. Согласно опросам, особенно подорожают продукты питания. Кроме того, стоимость поднимется и в секторе аптечных товаров. Продавцы цветов, растений, зоотоваров, велосипедов, одежды, канцелярии также увеличат стоимость продукции. Кроме того, подорожают услуги и в сфере общественного питания, а также гостиниц. В Германии дрова защищают от краж с помощью GPS. Если в прошлом году кубометр продавали за 60-70 евро, то сейчас по 200 евро. Неудивительно, что многие пытаются нажиться на кризисе и украсть древесину прямо из лесу. Ассоциация лесовладельцев Берлина сообщает, что ущерб от краж дров уже исчисляется миллионами евро. Поэтому многие государственные и частные компании стали использовать теперь так называемые лесные трекеры. Это небольшие устройства, которые помогают контролировать перемещение вырубленной древесины с помощью технологии GPS. Владельцы немецких пекарен начали ограничивать цены на хлеб. Из-за высокой стоимости энергоресурсов их продукция подорожала в несколько раз и многие жители Германии перешли на более дешевые изделия из супермаркетов. Чтобы сохранить клиентов, теперь во многих пекарнях можно купить хлеб по фиксированной цене в 2,5 евро за буханку вместо 4. И о здоровье. Медики заявляют, что употребление чеснока является эффективным средством для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы организма. В частности, он препятствует формированию бляшек в артериях, значительно снижая риск сердечного приступа. Многочисленные исследования также показали, что употребление чеснока способствует укреплению костей, снижению уровня холестерина в крови и нормализации артериального давления.